Азбука живой природы Александр Сергеевич Барков Смешанные леса К югу тайга постепенно переходит в смешанные леса. Наряду с хвойными здесь все чаще встречаются лиственные деревья, береза, ольха, рябина, клен, дуб. На зиму эти деревья сбрасывают листву, и лес стоит голый, прозрачный, засыпанный снегом. Климат тут теплее, чем в тайге, животный мир богаче. Самое шумное и радостное время в смешанных лесах – весна. Что не день, то у зверья и птиц день рождения. У лосих родятся лосята, у белок – бельчата, у зайцев – зайчата, у лис – лисята, а у золотой птицы иволги – иволжата. Словом, у родителей наступает горячая пора. Только успевай кормить шустрых, прожорливых малышей. Лось Лось – самый могучий зверь из семейства оленей. Живет он в смешанных лесах, вблизи рек, озер и болот. У него большие лопатообразные рога, горбатый, отвислый нос, очень чуткие уши и короткий хвост. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, лось силен, быстро, подвижен. Длинные крепкие ноги помогают ему преодолевать лесные завалы и буреломы. К водопою он идет осторожно, то и дело прислушиваясь к звукам и шорохам. При ходьбе его широкие копыта раздваиваются и не дают могучему зверю увязнуть и провалиться в топких болотах. Лоси с удовольствием гложут осиновую кору, щиплют ивняк по берегам рек, осоку, мох. В мелких речных заводях они езят листву и корешки водных растений. Великан лось миролюбив, но если на него внезапно нападут волки, то он грозно фыркает, бьет их тяжелыми копытами и поддевает рогами. Весной у лосихи родятся один или два длинноногих оранжевых лосенка. Пока мать кормит их молоком, беззащитные малыши следуют за ней по пятам. К осени лосята подрастут и будут жевать траву и искать грибы на опушке леса. Барсук Уволень барсук более всего на свете любит поспать в сухой подземной норе. Он сладко посапывает там, как медведь в берлоге. В отличие от топтыгина, полосатый, серебристо-серый, узкомордый барсук даже летом предпочитает спать целыми днями. Кормится он по ночам. В апреле, когда начинают таять снега, а вешний воздух пахнет свежо и медвяно почками вербы и орешника, сонный, подслеповатый, сильно проголодавшийся за зиму барсук вылезает из подземной норы спальни и отправляется в лес на охоту. Неприхотливый в еде, он довольствуется всем, что не попадется ему на пути. В гнилом пне личинки и жуков найдет, в норке мышь поймает, а из-под корней дуба с сильными когтистыми лапами желуди отроет. Почавкает, поест вдоволь, попьет водицы из родника и поскорее в обратный путь, к себе в нору. Зрение у барсука слабое, зато слух и обоняние очень острые. За лето и осень полосатому увольню-полуношнику надо успеть столько жиру накопить, чтобы холодной зимой спокойно перезимовать в теплой норе до новой весны. Куница. Там, где в лесах много кустарников и валежника, обитает хищный зверек – куница. У куницы ценный коричневый мех, а горло желтовато-белое. В дупле у вершины дерева она мастерит себе гнездо, выстилая его сухой травой, мхом, перьями, и выводит там детенышей – кунят. Куница превосходно плавает, быстро бегает по земле, ловко прыгает с дерева на дерево, помогая себе в полете пышным хвостом. Охотится она по ночам на зайцев, спящих птиц, ловит мышей и лягушек. Летом она не прочь полакомиться ягодами земляники, черники, костяники. Однако самая любимая добыча куницы – белка. Гоняясь по лесу за белками, она совершает отчаянные и рискованные прыжки на большой высоте, словно воздушная гимнастка под куполом цирка. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова